Итак, вертикальная тюрьма-платформа все еще функционирует, как мы видели во второй части того, что, похоже, станет серией фильмов. После успеха первого фильма пару лет назад, долгожданное продолжение только что вышло на экраны, и, думаю, можно сказать, что оно не так хорошо принято, как первая часть. Фильм сосредоточен на Перин Пуан, которая отправилась на платформу, чтобы дать себе время простить себя за смерть, вызванную ее произведением искусства. Этот фильм затронул немного другие темы, чем оригинал, и мы увидели, что возникла революция солидарности, означающая, что это больше не беззаконное место. С глубоким смыслом в основе фильма и разными интерпретациями давайте разберем все, что можно вынести из него. Вот объяснение концовки «Платформы 2». Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Смысл фильма. Мне кажется, что из этого фильма можно вынести несколько ключевых моментов. Один в широком смысле о солидарности, а другой о желании прощения за ошибки, мечте вернуться в прошлое, но невозможности сделать это реальностью. Давайте сначала рассмотрим более личный индивидуальный смысл фильма. Тема поиска прощения и невозможности его получить ярко показана на примере персонажей Перрина Пойна из «Зами Атена». Была загадка, почему Перрин Пойн оказалась в тюрьме-платформе, и к концу выяснилось, что она была очень богатой художницей, однажды создавшей скульптуру свирепого пса с острыми когтями. На выставке сын ее парня случайно напоролся на коготь, и тот пронзил ему глаз. Она чувствовала вину за его смерть, считая себя ответственной из-за решения не ставить ограждения. Она постоянно повторяла «Мне нужно сбежать, спасти его, вернуться в прошлое». Это отражало ее желание искупить грехи и предотвратить случившееся, что было невозможно. Поэтому в финале, увидев мальчика внизу, она подумала, что он погибнет из-за жадности и эгоизма людей наверху, и отвела его на нижний этаж, где был шанс спастись. Ударившись головой, она показала, что ценит жизнь ребенка больше своей и готова на все, чтобы спасти его, даже если это означало причинить вред себе. Так она хотела не допустить смерти еще одного ребенка и как-то исправить свою ошибку. Когда она дошла до первого этажа, ей сказали «Только он может подняться, твой путь окончен, а у него еще есть шанс». Думаю, это метафора. Ребенок впереди нее имел много шансов в жизни. Его путь только начинался. А Пэронпойнт, будучи взрослой, уже прошла свой путь, и ее ошибки навсегда заточили ее в собственном разуме. Она никогда не избавится от чувства вины, поэтому не могла выбраться с платформы. В фильме говорилось, что никто не выжил и не выбрался оттуда. Так же случилось и с Пэронпойнт. Для нее было поздно. Она попала в ловушку навсегда. Умрет там или просто не сможет выбраться. Если взглянуть на общие темы фильма, то вся суть платформы в том, что это способ посмотреть на общество со стороны и увидеть жадность, которая в нем присутствует, внутри него. Брать, даже когда не нужно. Например, выжить на нижнем уровне можно, только если все соблюдают правила и не берут чужую еду. Думаю, это лучше показано в оригинале, где главный герой, Горинг, буквально умирал от голода. В этом фильме это тоже было очевидно. Однако мы видели, как революция солидарности во главе с Дагимбаби ходила по этажам, наказывая нарушителей. Это потому, что люди, следовавшие его правилам, были вовлечены в систему и подчинялись созданному закону. Я не понимал, зачем делать из него мессию и превращать все в культ. Это казалось натянутым, ведь не было ни библейских отсылок, ни соответствующих действий. Просто человек, ставший лидером из-за жажды перемен и применения насилия для их достижения. Я также не понимал, почему люди хотели есть больше только потому, что могли. Понимаю, что это взгляд на общество, но в таких условиях это опасный образ мышления. Мы увидели раскол в обществе и столкновение разных взглядов при их противостоянии. Лично мне ближе смысл о индивидуальности и ловушке собственного разума. Думаю, фильм делится на три части. Начало сильное. Нас снова знакомят с миром платформы. Два отличных персонажа – Перенпуан и Замятин. Но дальше сюжет, по-моему, становится нелепым. Последствия были, но казались преувеличенными. В конце все превратилось в бредовый сон, бессмысленный и запутанный. Кажется, в фильме слишком много всего. Идея революции, создавшей лоялистов и варваров, интересна. Но не понравилось, как легко люди меняли платформы. Из-за этого, думаю, что-то важное потерялось. Первый фильм был отличным, более камерным, с акцентом на диалоге. Этот фильм утратил интимность, заменив ее конвейером персонажей, которых нам представляли, и тут же убивали. Идея платформы как визуального представления разума и ошибок, от которых не убежать, что ведет к ловушке, интересна, но, на мой взгляд, не была достаточно хорошо реализована в этом фильме. Фильм был на высоте, когда Перенпуан и Замятин были вместе. Жаль, что их взаимодействие не раскрыли глубже, и что Замятина убили так быстро. Их совместная борьба против Дагенбаби и Помазанников могла бы стать интереснее. Особенно учитывая, что Замятин нарушил правила. Нам это намекнули, но быстро оборвали, что очень жаль. Дагенбаби был интересным персонажем, но реальной угрозы не было. Его убрали слишком легко для лидера. По темпу фильм не казался затянутым, ведь он и не был таким. Честно говоря, в нем много экшена, что делает его легким развлечением. Только последняя треть немного затянута. Визуально фильм довольно приятен для глаз. Они не стесняются показывать ужасы, но это не умаляет леденящей душу атмосферы и постоянно нарастающей враждебности, которая, кажется, вот-вот вырвется наружу. Что касается игры, все актеры справились отлично. Мелина Смит в главной роли вытянула фильм на своих плечах. Она отлично справилась, а остальные актеры в своих коротких появлениях тоже показали сильную игру. Слабых мест не было, что хорошо. Итак, главный вопрос. Стоит ли смотреть этот фильм? Думаю, можно глянуть в пятницу или субботу вечером. Он недолгий и дает повод обсудить концовку, так что после просмотра вы сможете полчаса поговорить о нем с теми, кто смотрел вместе с вами. Как я сказал, идея крутая, мир интересный и оригинальный, но фильм немного теряется. Если решат снять третью часть, им стоит больше ориентироваться на первый фильм, чем на этот. Вот такое объяснение концовки Платформы 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова